Здравствуйте, дорогие зрители! Спешу вас обрадовать. Джуди и Ник поженятся. А в этом видео я вам расскажу, что же будет в Зверополисе 2. А вы мне напишите, понравилась ли вам первая часть. Достаточно даже просто написать в комментариях, да, я люблю Зверополис. А я начну с самого начала. Зверополис – это мультфильм о расовой, национальной и этнической дискриминации. Каждый зверь представлял какую-то часть населения Земли. Медведи приехали из России, африканские животные из Африки. Логично. Зверополис – это звериный мир, в котором так же, как и в человеческом, существуют стереотипы. Я думал, ты у нас не веришь стереотипам. Что кролик не может быть полицейским, что рис обязательно преступники, ему нельзя доверять. Что овечки не могут быть злыми. А гепард обязательно должен быть быстрым и стройным. И в мультике эти стереотипы благополучно развенчиваются. Главным преступником оказывается безобидная овечка. Гепард – толстый и добрый и так далее. Через образы животных создатели хотели показать, что не нужно стереотипно относиться к представителям разных национальностей. Евреи не всегда жадные, мусульмане не всегда агрессивные. Судите человека, а не его национальность. Ну и так далее. Так что же будет в Зверополисе 2? Если в первом мультике боролись с расовой, национальной и этнической дискриминацией, то во второй части будут бороться с ЛГБТ-дискриминацией. Ник и Джуди захотят пожениться. Общество будет категорически против этого. Ведь они с разных видов. Лисы должны быть с лисами, кролики с кроликами и так далее. Все должно быть как положено, как указано матерью природой. Так еще они захотят и ребенка, но не смогут, ведь он лис, а она крольчиха. И они решат усыновить ребеночка. Еще в начале фильма они познакомятся с милой маленькой зверушкой-сиротой с приюта. Извините, не знаю какая это будет зверушка, или черепашка, или крокодильчик. Напишите в комментариях, какую бы вы хотели увидеть зверушку. А весь мультик они будут бороться за то, чтобы пожениться и усыновить ребенка, стать семьей. Создатели затягивают с выпуском второй части, потому что боятся ажиотажа. Ведь напомню, сколько скандалов было, когда в безобидном мультике о эльфах «Вперед!» появился ЛГБТ-персонаж. Девушка-циклоп по имени Спектр. Ее озвучивает Лина Уэйт, которая, кстати, тоже имеет нетрадиционную ориентацию. И поскольку у меня получился такой взрослый выпуск, я не смогу сюда не вставить шутку из канала «Уголок Акро», потому что смешно. Крайчатина тебе нравится! Разучились сейчас выбирать себе нормальных женщин? О, привет! И напишите в комментариях, как вы относитесь к тому, что в мультиках детям показывают, что существуют люди не с традиционной ориентацией, и в этом нет ничего страшного. Жду от вас в пальчики вверх, и до новых встреч!